Мы сможем прям возвышаться над землей с потерей большого количества энергии, но тем не менее это будет удобно. Или вот это вот, чтобы летать. Всем, Удюк, с тобой Глюк. Дружище, это прекрасная игра, которая называется Dice Sphere Program. По факту она очень похожа на Факторио, но сама цель этой игры построить сферу Дайсона вокруг Солнца. То есть это сфера с фотоэлементами, которая отбирает энергию Солнца и превращает ее в электроэнергию или во что-то там, во что мы, собственно, захотим. Собственно, это цель нашей игры. И сейчас вот мы просто облетаем вокруг Солнца, вокруг звездных планет, всяких планет и так далее. Короче, очень-очень красивая версия Факторио, по факту. Игрушка, к сожалению, на английском языке, но я готов поспорить, что если тебе нравится Факторио, это тебе просто офигенно зайдет. Реально, игра очень хороша. Сейчас вот мы перед нами видим Альфа-Октанис 4, это, короче, наша планета. Сейчас мы будем на нее приземляться, после чего будем развивать на ней наш, ну, завод. Хотя наш завод, по факту, займет всю площадь планеты. И это, как по мне, очень интересно. Не знаю, когда выйдет этот ролик, но, дружище, если ты хочешь, чтобы продолжение вышло поскорее, пожалуйста, запили лайк. Расскажи друзьям, которым может этот ролик понравиться, потому что чем больше просмотров, тем больше я буду выпускать таких роликов. И вот он наш главный персонаж. Я уже немножечко играл в эту игру на стриме, на одном из стримов, и она была великолепна. Этот робот может потом научиться летать, сейчас он может питаться, например, дровами, то есть мы можем реально в него дрова закидывать, чтобы он работал. Снизу видно энергию, если энергия заканчивается, то нашему роботу плохо, он медно двигается, и вообще там жопа просто. Так, уйди, пожалуйста, я не знаю, как отрубить обучение, потому что мне нахрен не нужно. Так, а мы сейчас будем распаивать нашу взлетную платформу на ресурсы, строить добытчиков железа, меди. Это, собственно, самое первое, что нам нужно будет сделать. Так, все, хорошо. Смотри, вот это железо, вот медь. Нам нужно обставить вокруг его... Так, подожди, сначала нужно вот это вот улучшить, по-моему, да. Чтобы мы могли делать наши первые, собственно, первые наши ресурсы. Так, добываем немножко железа. Все, пошло изучение наших первых технологий. Я пока оно изучается, еще добуду немножко железа, потому что нам точно пригодится. Та-дам! Итак, постройка наших первых добытчиков. Значит, смотри, я предлагаю сейчас поставить сразу майнинг машины, так, чтобы они охватывали 100% поля ресурсов. Наверное, их понадобится несколько. Итак, у нас есть 4 добытчика. Вообще, мы пока что могли бы обойтись одним, но я уж решил, если строится, то строится хорошенько. Значит, теперь мы их сейчас все будем отправлять, ну, в какой-то, может быть, один-два конвейера. И будем из них плавить свои первые предметы. Но сначала нужно запитать все. Так, ну, давай, наверное, для начала возьмем просто вот эту вот Тесла-вышку. И нам нужна будет еще одна такая же. Электричества, естественно, не хватает. Так, поэтому мы сейчас создадим еще несколько воздушных, как их называют, ветрогенераторов. Потому что по электричеству, ну-ка, покажись-ка. Вот, смотри, синяя это наша выработка, а желтая это то, сколько нам требуется энергии. А мы сейчас очень-очень мало делаем, надо делать сильно больше. Для этого нужна медь. Поэтому сейчас нужно будет еще доставать. У нас, кстати, смотри, вон снизу видно, что у нас кончается электричество. Это плохо. Поэтому мы сейчас берем дрова, собираем их быстренько. И будем их закидывать в топку. Смотри, оп, дрова закинули, все, энергия пошла в плюс. Красота. Все, на этом мы пока поживем, а вот это мы пока где-нибудь тут вот надо поставить. Так, уже энергии больше. Надо еще одну такую же, и в принципе уже тогда чего-то, я думаю, хватит. Значит, смотри, пока у нас делаются ресурсы, пока у нас создаются ветрогенераторы и еще добытчики рудные, мы заглянем вот сюда. Это у нас дерево технологий, скажем так. Так, если на него так вот присмотреться, то оно сильно меньше, чем то, что есть в Факторио. Но даже есть небольшой плюс, наверное, в этом, потому что в Факторио все как-то медленно-медленно движется. Здесь все движется быстрее и выглядит масштабнее. То есть по факту мы потом окружим всю планету всякими добывалками ресурсов и прочего всего такого. По крайней мере, судя по скриншотам, оно выглядит примерно так. Вот. А, собственно, сейчас мы, смотри, еще есть вот такая панелька, и здесь у нас апгрейды. Апгрейды нашего меха, апгрейды всяких технологий, там, скорости перемещения, дронов, которые мы используем для установки. Ну, смотри, например, вот мы можем взять же, например, вот так вот, да? Ну, смотри, вот я ставлю. Ну, давай так вот, не так, давай как-нибудь. Надо будет опять-таки тоже все вместе обхватить. Я пока не знаю, как нам лучше это сделать. Вот так вот. Вот, видишь, дрон вылетает, и хоп, он установил. То есть вот эти дроны, скорость у них тоже можно подрегулировать, чтобы она была прям хорошей такой. Ну, и, собственно, выработка у нас сейчас сильно больше, чем потребление. Уже все хорошо, уже здорово. Так вот, по технологиям. Здесь есть технология, которая позволяет заряжать от этой самой энергосети нашего меха. И без нее прям беда будет. Вот она. Но чтобы ее сделать, нужно сделать 50 синих кубов. Это специальные исследовательские кубы. Кубы, как в Факторио, были колбочки. Здесь это вот такие кубы. Так, ну, значит, что мы делаем дальше? Во-первых, нужно опять-таки подзарядиться. Где мои дрова? Сейчас создадим опять несколько рудокопных таких штук. Я не знаю, там, одну-две их хватит уже. И будем уже из этого ваять какую-то систему. Я думаю, на сегодня нам нужно добраться хотя бы до создания синих кубиков. Вот. Мы, я думаю, быстро до этого доберемся. И можно будет как-то продолжать уже дальше. Интересно, что энергостанции могут еще одновременно служить и столбами для передачи энергии. И это очень удобно. То есть, по факту, у меня нет необходимости делать столбы с электроэнергией. Хотя у них больше охват. Можно делать только вот ветряные электростанции. И этого хватит. Так, значит, смотри. Мне нужно захватить. А я никак не захвачу их все. Поэтому сделаю, наверное, только часть. Вот так. И вот так вот. Все. В принципе, все захвачено. Давай посмотрим по технологиям. Нам, во-первых, нужны будут конвейеры. Самые базовые сборщики. Это вот здесь вот, значит, конвейер. Это у нас как... Ну, знаешь, в факторе у были краны такие, которые могли перекладывать, например, с одного конвейера на другое что-то. Ну вот. Это то же самое. И есть хранилище. Хранилище, на самом деле, нам не очень нужно. Но пусть будет. Все. Все работает. Все добывается. Энергии у нас прилично. Ну и пора заниматься, наверное, первым крафтом уже сейчас. Сейчас мы вот это вот дообследуем. Все. У нас нужны железные, значит, шестерни и схемы. Сейчас мы это в первые разы будем все сами крафтить. Потом это можно будет автоматизировать. Все. Пошло исследование у нас, собственно, наших первых конвейеров. Сейчас мы дальше будем создавать... Я поставил сразу в очередь, чтобы у нас изучалась, как она называется-то, плавильня. Во, плавильня. И еще сборщик. Самые простые, самые базовые. Их нам хватит на первое время. Красота. Вообще здесь есть еще другие ресурсы всякие. Так, с этим понятно. У нас есть уголь здесь, есть камень. Из камня можно сделать стекло, а вот уголь использовать как... Ну, как топливо, в принципе. Так, хорошо, я тебя понял. Значит, смотри, нам нужно опять-таки сделать... С десяток вот таких вот штук. Сразу ставим 10. И поехали. Самое интересное, что, по-моему, по-моему, их нельзя объединить вот просто так. Их можно объединить только с помощью специального устройства. Да, это не очень удобно. Но, в принципе, факторио тоже же так. Нет, все-таки вроде бы работает. Так, ну ладно, попробуем объединить третий добытчик. Так, туда же все поставим. Пока что все соберем в одну линию. Я думаю, у нас не будет пока таких больших потребителей. Потом, если что, можем увеличить ради большей проходимости нашей сети конвейеров. А может быть, можно будет просто поставить более быстрые конвейеры. Нам, в принципе, не особо это даже разница есть. Давай посмотрим, что мы можем сделать. Значит, вот плавильня, в которую мы, по идее, должны загружать весь... Все медь. Итак, поехало. Все, можно выбирать рецепт в нашей плавильне. Собственно, вот мы выбрали медь. И пошла плавка. Смотри, есть небольшая проблема. Видишь, вот эти вот, как сказать, краны, они забирают по одному ресурсу. Но они у меня проходят через один блок. Возможно, можно будет сделать немножко иначе. Просто чем они больше проходят, тем больше времени тратится на передачу ресурсов. Это не очень здорово. Но по факту можно сделать, например... А знаешь, какую штуку? Сейчас вот тебе покажу или не покажу. А, ну типа вот, знаешь, вот типа на вот такие расстояния можно поставить. И то есть, в принципе, оно должно работать. Но мне кажется, что это не самый оптимальный вариант. Я сейчас попытаюсь сделать вот чуть-чуть поближе. Понятно, что немножко корявенько. Но я фактически второй раз играю в эту игру. Так что больших успехов от меня не ждите. Все, вот. И теперь у нас должно все пойти. Так, подожди. А ресурсы здесь выгружаются. Я неправильно их установил. Их нужно загружать отсюда, а не выгружать. То есть мы берем вот отсюда. И вот так оп. И вот отсюда вот так оп. Все. Вот, теперь они загружаются. Красота. Готовые ресурсы, готовые пластины можно пока собрать. Нужно сделать такие же плавильни для железа. Как он медленно ходит пока что. О, прям невыносимо медленно. Прям черепаха. Ну что ж. Железо у нас уже тоже здесь. Медь там, железо здесь. Слушай, какая классная земля. Прям закругленная, да, такая. Можно посмотреть, кстати, на нее вот так вот. Вот, смотри. То есть мы, в принципе, близко к Южному полюсу находимся. Но, тем не менее, здесь нету вот этой вот снежной шапки и так далее. Ни там, ни тут нету. И, в принципе, планета-то небольшая. Посмотрите, то, что мы построили, оно уже занимает, ну, приличный такой кусок. Еще чуть-чуть, и мы застроим ее всю. Планета малюсенькая. Хорошо. Делаем плавильни. Пока что будем делать так же. Нам нужно тоже две. В принципе, может было бы меньше взять, но можно и одной обойтись. Ну, пусть уж будет две, я думаю. Чего бы нет. Потрясающе, как много энергии у меня тратится. Смотри, после нашей ракеты осталось вот это топливо. Гидрогенное какое-то топливо. Его надо тоже пустить в дело. На ближайшее время нам этого хватит. Позже, я думаю, мы займемся, не знаю, добычей угля, может быть. И сможем не париться насчет этого. Или заряжаться, кстати, можно еще от своей базы. Но это тоже делать нужно не сейчас. Вот так вот. Раз. Все. И тут у нас тоже пошли железные листы. Все по красоте. Все делается там, все делается тут. В общем-то, далее мы должны изучить несколько новых технологий. Наверное, одну пока что новую технологию со сборщиком, который мы все никак не можем изучить. Безобразие. Можем даже... О, смотри. Вот можно, например, максимальную энергию нашего меха улучшить. Нам это пригодится. Это очень нужная штука. Можно скорость улучшить, но это нужны будут моторы. Моторы мы... Еще мы до них дойдем. И, скорее всего, дойдем не очень-то и скоро. Возможность... А, нет. Подожди. Вот это как раз плюс один дрон. А где тут была возможность летать? Вот она. Возможность летать. Мы сможем прям возвышаться над землей с потерей большого количества энергии. Но, тем не менее, это будет удобно. Или вот это вот, чтобы летать. А, да, это скорость дронов. А вот это летать. Там какие-то прям... Ух, технологии. Вот. Базовая сборка у нас готова. Давай посмотрим, что нам нужно для создания... Для создания синеньких вот этих вот. Я думаю, нам нужно не так много. И у нас практически все для этого уже есть. У нас есть самый базовый сборщик. После... Вот смотри, кстати. После исследования новой технологии всегда появляется вот какое-нибудь из вот этих строений. То есть я, например, тут сейчас исследую, у меня появится вот это строение в инвентаре. И я смогу его использовать. И здесь было то же самое. То есть я получил смейлер здесь. Здесь я получил ассемблер. Все у нас сразу появляется. Это очень удобно. Не надо, знаешь, там сразу крафтить, вот это заморачиваться. Просто берем и ставим. Так, ну я пока что вот так вот поставлю. А там разберемся, может быть, переместим. И еще. Что мы будем здесь делать? Смотри, есть у нас вариант собирать схемы. Для схем нужно подавать сюда и медь, и железные там... А, ну, да. И железо, и медь нужно подавать. Тут у нас нужно железные кольца и медь. А вот тут только железо. Вот давай вот мы шестереночки и будем делать. Вот электромагнитная матрица. Здорово. Здорово, круто. Из чего ее делают, только я не помню. Давай посмотрим, из чего там делаются эти синие кубики. Сейчас будем выяснять. Ага, из колец. И, собственно, вот этих вот схем. Сейчас будем все это собирать. Вот смотри, кстати, кольца можно сразу выплавлять. Это очень удобно. Я как раз вот, наверное, одну поставлю на кольца, другую поставлю на листы, обычные железные. Так, сюда нам нужно сразу железные листы подавать. Вот их мы и будем сейчас подавать. Можем вот так вот передать. О! Видал, как можно передавать, да? Обычно так нельзя, а тут можно. И вот она сразу сюда ездит. Так, вот эту штуку мы, наверное, сейчас уберем. Мы уже знаем, что мне нужно. Мне нужны будут схемы и вот эти штуки автоматизировать. Потом мы сможем вот с вот этим уже работать, разрабатывать и получать все, что нам нужно. Смотри, смотри, настолько мало энергии, даже дроны рядом не двигаются. Все! У меня все плохо. Все плохо. Мне надо во что-то превратить органический кристалл. Ну, давай попробую. О! Его можно переработать. Отлично. Отлично, здорово. Мне это поможет. Сейчас до синих кубиков добраться и получить возможность заряжаться от своей же электросети. И было бы очень здорово. А, все? Это все, на что способны органические кристаллы, да? Ладно, короче, бежим тогда к деревьям. Будем заряжаться от деревьев. Все. Пошло делаться. Все у нас готово теперь для исследований. Это шикарно. Это здорово. Так, значит, смотри, передавать нужно все вот сюда. Как-нибудь поудобнее бы это сделать, конечно. Вот, смотри, короче. Видишь, я немножечко профуфлыжал. И вот этот кран идет на два кубика, а не на один. И из-за этого он будет работать в два раза медленней. Будет передавать ресурсы. Ну, типа, это вообще плохо. Поэтому я переделаю, поставлю на один кубик. Он будет быстрее таскать. В принципе, все готово. Теперь мы делаем здесь синие кубики. Они уже должны начать делаться. Подожди. А что-то не работает. А, железо не загружается сюда. Куда ты? Вот смотри, видишь, как оно поставилось, да? Ну, это же кривота. Это как-то так вышло. Но, короче, я не знаю, с чем это связано. Видимо, боковые эти штуки, они принимают обязательно медленнее. А серединные быстро. Ну, наверное. Я думаю, мы позже с этим как-нибудь разберемся. Но пока все работает. Пока синие кубики делаются. И нам нужно будет еще одну лабораторию. Делаем еще одну лабораторию. Потому что мы будем вытаскивать отсюда вот синие кубы и передавать уже в лабораторию для изучения. То есть здесь, в этой лаборатории они создаются. И такое же здание может еще участвовать в изучениях. Говорит, исследование не выбрано. Давай посмотрим на... Где-то была эта возможность заряжения. Вот она. Все. Вот оно пошло. Пошло, поехало. Изучаться. Можно даже ускорить изучение. Если мы добавим еще несколько вот таких вот строений. Сверху прям можно построить. Это выглядит очень прикольно. Так. Прекрасно. Смотри, короче. Беру еще одну такую штуку и сверху ставлю. И по идее оно должно увеличить скорость изучения в два раза. Ну, вон они быстро в принципе уходят. Также, наверное, можно увеличить скорость создания кубов. Да. Вот они типа теперь быстрее должны делаться. Да хрен его знает. Быстрее, не быстрее. Вроде бы быстрее. У нас еще, видишь, у нас еще электричество скачет. И это прям ощутимо влияет на скорость исследования. Видишь, и ну вот тут тоже циферка скачет. Она должна быть стабильная. Если все нормально с электричеством, она стабильная и все с ней хорошо. Но пока она не стабильная. Еееее. Все. Передача энергии доступна. Уры. Ну, кстати, смотри. Мне не дали сразу это строение. Странно. Я думал, его всегда дают. А вот не дали почему-то в этот раз. Зато у нас есть плазма. Наверное, ее мы можем использовать как топливо. Но я пока оставлю. Вдруг пригодится. Так, все. Ставлю синюю штучку. Теперь она должна заряжать меня. То есть, если я прям дико просажу свой мех, то тут он должен зарядиться. Давай проверим. Так, травку я уберу пока. Значит, смотри. Сажаем нашего меха. Во. Видишь, он здесь летает над водой. И очень быстро уходит энергия. Так, тут я иду. У меня все сажается, сажается. Тут я подхожу. Оп. И пошло. И пошло в зарядку. То есть, я от всего завода прям отбираю энергию. Вот такой вот заводик пока мы за сегодня построили. Небольшой, уютный, классный. Мне кажется, игрушечка просто максимально достойна твоего лайка. И твоего внимания. Если есть возможность, поиграй. Ну, или посмотри, как буду играть я. Я думаю, мы сделаем что-нибудь интересное и классное. На этом все. Всем удачи. Всем бобра. Ты подписаться должен на глюк. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бам. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара